Вот и лето прошло. День знаний встретит школьников в прохладной и дождливой погоде. Утром и днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине республики, прогнозируются грозы. Объявлено желтое метеорологическое предупреждение. Дополнят картину порывы северного ветра. Ночью столбик термометра покажет от 8 до 17 тепла. В светлое время суток воздух прогреется в диапазоне плюс 15, плюс 27 градусов. Тем временем в Азии бушует стихия. Наводнения на востоке Индии унесли жизни 17 человек. Паводок на реке Маханади затопил более 3000 деревень. Люди были вынуждены забираться на крыши домов. Повреждены сотни дорог, смыты сельскохозяйственные посевы. Спасением пострадавших занимаются десятки групп реагирования. В результате сильных наводнений в Бангладеш погиб 251 человек. Причин такого количества жертв несколько – утопление, укусы змей, удары молония. Из-за муссонных дождей, которые назвали самыми сильными за последние десятилетия, разлились две основные речные системы Гималаев. Треть страны оказалась под водой. Затоплены дома, дороги. Так или иначе пострадали полтора миллиона человек. Тетради, ранцы и цветы. Завтра тысячи школьников вновь сядут за парты. Погода в городе на Березине праздник не омрачит. В день зданий синоптики прогнозируют солнце. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность без осадков. Ветер подует северо-востока со скоростью 5-7 метров в секунду. Вечером возможны порывы до 11. В светлое время суток воздух прогреется до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 16 выше нуля. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.